Всем привет! Возвращаемся к нашему футболу. РПЛ, 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 РПЛ! А вы знаете, что в РПЛ сейчас столько интриг, что можно охуеть? Да, Зенит стал чемпионом, да, это правда, Зенит стал чемпионом, но интриг столько, что ебнутся. Осталось три тура, но за два призовых места бьются три команды, Ростов, Спартак и ЦСКА. Но там еще внизу такое мясо творится, там за две стыковые путевки будут чуть ли не четыре команды. Крылья Советов, Пари, Нэн, Факел и возможно даже Урал. В этом туре играются, там Крылья Совета, по-моему, с Уралом и играется. На следующем туре там Факел, который с кем-то играется. Но ключевой матч будет в последнем туре, где Спартак будет дома играть, знаете, с кем? С Крыльями Совета, где в гостях они с Крыльями играют. Но факт в том, что Крыльям нужно будет выигрывать. И они там ко сне будут ложиться. Короче говоря, нам предстоит очень много интересных матчей. Очень много интересных матчей. И интрига в РПЛ, она просто дикая. Просто дикая. Как за вылет интрига большая, так и за призовые места. Вот. Ну и переходим к главному матчу этого тура. Это матч дерби. Дерби. Московское дерби между Спартаком и ЦСКА. Спартак-Москва против ЦСКА. Два лютых соперника, которые лютость друг друга ненавидят. Да-да. Москва без свиней, как говорят болельщики ЦСКА. Я с ними согласен. Не нужно свиней. Нигде не нужно свиней. Питер поддерживает. Питер будет болеть, конечно же, за ЦСКА. За ЦСКА. Вот. Но давайте объективно теперь обсудим матч. Что там нам ждать, что не ждать. Так. Ну, по турнирной таблице ЦСКА перерезает на 4 очка Спартак. По-моему, на 4 или на 3. Я уже не помню. Вот. И, в принципе, если сейчас ЦСКА обыгрывает Спартак, то за два тур до конца ЦСКА официально оформляет медаль. Неизвестно, какие ли серебряные или бронзовые, но оформляет медаль. Вот. То есть, выигрыш ЦСКА обеспечивает им медаль. Вот. Но что можно сказать о игре команд? Об игре команд? Ну, на мой взгляд, конечно же, ЦСКА гораздо сбалансирование по игре. Более стабильная игра. Виден рисунок. Рисунок антифутбола, честно скажу. Да. Но очень защитный вариант. Вот. Но ЦСКА стабильно набирает очки. И игра у них есть. Что можно сказать о Спартаке? Ну, о Спартаке можно сказать, что это вечное нытье судействия. Что нас убили. Нас постоянно убивают. Нам не дают по 50 тысяч пенальти в каждом матче. Нытье, 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 нытье. Но при этом не затрагивается главная проблема Спартака. Отсутствие игры вообще. И просто ужасающее состояние обороны. Ужасающее. Если так подводить черту, то у Спартака нет игры. В каждом матче они пропускают минимум по одному мячу. В последнем туре они не обыграли Химки. Причем после матча началась какая-то истерика. То, что их там бедных убили в очередной раз. Вот. В общем-то, если так подходить к игре, да, объективно, к игре обеих команд, да. Ну, конечно же, ЦСКА посильнее. Конечно, посильнее. И, конечно же, ЦСКА забьет. Вообще никаких сомнений. Чтоб Спартак не пропустил? Чего? Чего? А если быть еще объективно? Вот, ребята, честно, объективно. Зная, кто там будет играть в защите, это же этого не будет. Денисова, кстати, не будет. Денисова, он же красный получил, да. Ну, вместо него там другой клоун будет. Вот. Ну, вот честно, вот если вот так закрыть глаза, да, как Фемида там с весами стоит, да, если так закрыть глаза, да, то подумай, ЦСКА забьет трешку. Вот трешку забьет Спартак какой-то. Потому что, чтоб Спартак не пропустил от этого ЦСКА три мяча, я в это не верю. Чтоб вот эти клоуны не пропустили три мяча, я не верю. Потому что будет Маслов играть. Маслов будет играть. Лусеевич будет играть. Да-да-да, вот эта вся эта клоуна, да, она и будет играть. Денисова не будет. Ну, там, я думаю, это еще и хуже. В общем-то, так, если так руку на сердце положить, положить, я думаю, там, ЦСКА три забьет. Вот, ладно, ребята. На мой взгляд, на мой взгляд, конечно, поиграет ЦСКА сильнее, и они должны выигрывать этот матч. Мой прогноз на этот матч, это победа ЦСКА с 0-4 за коэффициент больше 2. Коэффициент 2-0-5. Вот. Все сейчас ставят на Спартак. То есть, коэффициенты сначала были равны на обе команды, а сейчас все ставят на Спартак, Спартак, Спартак. Вот, Спартак должен выиграть, им нужно обязательно. Ребята, будьте объективными. Будьте объективными. Спартак не выиграет у ЦСКА. У этого ЦСКА Спартак не только за счет дикого фарта. Вот. Ну, а так, по игре, если там, все будет как нужно, то, конечно же, ЦСКА обыграет. Не то, что ничья там будет, но ЦСКА должен выиграть. ЦСКА должен выигрывать данный Спартак. И я не представляю, чтобы эти клоуны, которые у Спартака представляют защитников, они и пропустили от ЦСКА три мяча. То есть, вообще, это будет что-то, какое-то будет чудо, дикое чудо, чтобы они не получали. Ну, каждый матч пропускают. Но не по три, но иногда и по три. И по три. Вот. Ну, так, если подумать, то, конечно, ЦСКА должен выиграть. Поэтому у меня, моя ставка, единственная на этот матч, это победа ЦСКА с 0 флоры, коэффициент больше двойки. Буду болеть за ЦСКА, буду проводить стрим. Стрим начинается в 16.20 в воскресенье. В 16.20 в воскресенье. Приходите на мой канал. Ссылка на стрим в первом комментарии к этому ролику. Так что, приходите на стрим. Будем болеть за ЦСКА. Конечно же, за ЦСКА. Чтобы ЦСКА выиграл. Чтобы Москва без свиней. До встречи. В воскресенье. В 16.20. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.